Друзья, привет! Сегодня я хочу показать вам рецепт приготовления блюда из красной фасоли. Это блюдо называется лобио и готовлю я его для своих домашних. Оно не является сыроедческим, но является совершенно точно веганским и, я думаю, достаточно полезным. Если вы до сих пор не любили красную фасоль, возможно, вы просто не умели ее готовить. То есть, попробуйте это блюдо, я практически уверена, что с ним вы эту красную фасоль полюбите. Итак, как же приготовить лобио из красной фасоли? Для начала красную фасоль нужно замочить в воде на несколько часов, минимум на 2 часа, а лучше всего на ночь. За это время красная фасоль набухнет и станет достаточно мягкой. После этого красную фасоль я промываю и затем, добавляя в нее достаточно большое количество воды, варю ее несколько часов. Варить иной раз приходится и часа 4, для того, чтобы получить такой наваристый, очень густой соус из этой самой красной фасоли. Загустевает даже эта самая вода и сама фасоль начинает ломаться, крошиться на мелкие фракции и становится очень-очень мягкой. Вот в таком состоянии мне она и нужна. После того, как я доварила фасоль до нужной мне консистенции, вода достаточно уварилась и осталось ее совсем немного, я выключаю газ и оставляю ее остывать. По мере остывания вот этот вот бульончик, он еще больше густеет и получается такой кремообразный соус. Когда фасоль остыла до теплого, либо даже холодного состояния, я добавляю к ней соль, перец по вкусу, также растительное масло хорошего качества, не жалеем. Также сюда нужно порубить репчатый лук и зелень кинзы, обязательно. Все ингредиенты тщательно перемешать и дать этому всему настояться. Уже в теплом виде это лобио из фасоли можно употреблять в пищу. Также его можно употреблять в холодном виде, она идет как закуска. Убираем ее в холодильник и по мере надобности достаем и вот в таком холодном виде употребляем. У нас это блюдо идет даже в качестве праздничного. Иной раз на праздники, на какие-то мероприятия я его готовлю и подаю к столу. Готовить это блюдо я научилась, побывав в Армении. Там его готовят повсеместно, оно очень распространено. И в общем-то в нашей семье оно прижилось. Я его даже пробую, когда готовлю. Мне кажется, оно очень вкусным. Не знаю, как вам. Обязательно, если попробуете, напишите мне отзыв на это блюдо. Но я практически уверена, что вы останетесь довольными. Ну что ж, жду ваших комментариев, жду вас в других моих видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok